В преддверии профессионального праздника главный синоптик края Борис Кубай рассказал журналистам об истоках метеорологии в России и крае. Поделился мыслями по поводу глобального потепления и, конечно, подвел итоги самой аномальной зимы за последние 85 лет, то есть за всю историю метеонаблюдений в Приморье. Мы не одиноки в этом плане, потому что от Забайкалья и до сюда на восток, и даже до Сахалина, значит, и Хабаровский край, и Амурская область, значит, и северо-восточный Китай, то же самое. Со снегом практически никак или его очень мало. И положительная аномалия температуры. После разговоров об аномальной погоде директор Краевого гидрометцентра устроил для СМИ настоящий экскурс в историю метеослужбы, напомнив, что уже через неделю, 23 марта, Примгидромет вместе с подобными учреждениями по всей стране отмечает профессиональный праздник. Кроме того, Кубай похвастался новым лабораторно-производственным комплексом, открытие которого планируется во второй половине апреля. В функционал этого здания войдет мониторинг окружающей среды по всему Приморскому краю. Не обошлось и без сравнений с 90-ми и началом 2000-х, когда в стране с гидрометеорологией было не так гладко. Из 100 гидрологических постов ни один практически не работал. Метеостанции отключались от света, от связи, за неуплату и так далее. На сегодняшний день все восстановлено, функционирует в полном объеме. Один из журналистов не удержался и задал Борису Кубая вопрос, связанный с нашумевшим недавно законопроектом Клишеса о фейк-ньюз. Коснется ли он метеорологов, если прогноз не точный? Вот что ответил главный синоптик Приморья. В любом прогнозе, в любом прогнозе, даже прогноз инфляции, курса доллара и так далее, всегда есть ошибка, она будет, никуда от этого не денешься. И что за эту ошибку наказывать, штрафовать и так далее, я думаю, что здравый смысл должен здесь работать. В этот раз журналисты просто завалили главного синоптика края вопросами об ушедшей зиме. Борис Кубай считает, что теплая зима никак не связана с глобальным потеплением, поэтому не стоит ожидать, что история обязательно повторится. Я вообще, в принципе, не сторонник такого термина. Я бы, глобальное изменение климата происходит, колебания происходят, циклы наблюдаются. Они вечны, ну в смысле, они очень долговременные, долгопериодные и различные, ну есть различные циклы. Множество раз журналисты просили дать хоть какой-то прогноз на лето, однако, как ответил сам начальник Примгидромета, проще сказать, что все будет в пределах нормы. Евгений Теремухин, Алексей Заровный, новости на восьмом.